Здравствуйте, друзья! Небольшое видео на важную тему, потому что вопросы эти возникают. Я хотел бы осветить, как не заломать маховое удилище. Основные три правила, которые нужно соблюдать для того, чтобы у вас удилище не сломалось. Ну, соответственно, я чуть-чуть отступлю там, да, и скажу еще какие-то нюансы, моменты, при которых ломается. Почему я это знаю, скажем так, ну, помимо собственного опыта и разработки удилищ и рыболовного стажа достаточно немалого. Да, у нас еще есть сервис-центр, которому 20 с лишним лет. Я, естественно, вижу поломки, я вижу рыболов, кто приходит с поломками и с какими. Я прекрасно знаю, какое удилище, где чаще всего ломается, какая модель, слабо их места и тому подобное. То есть, если человек там вытаскивает условно какую-то удочку, какой-то модель, я уже на 99% понимаю, что у него сломалось. Вот в этой удочке. Вот такая фидерная вершинка у меня в руках, чтобы не раскрывать все удилище маховое, да, там, и вам не показывать, чтобы это все в камеру влезло. Ну, вот продемонстрирую на ней, хотя, в принципе, я бы и слова мог все это объяснить. Я думаю, что почти все бы из аудитории поняли. Ну, на всякий случай. Значит, первое. Смотрите, какая закономерность. Чем удилище дороже по цене, то есть, в нем применен, соответственно, если это не спекулянты такую цену завышают, а значит, в нем применен, если он дорого стоит, более дорогой карбон. Соответственно, чем дороже карбон, тем хрупче будет это удилище. То есть, оно будет легкое, оно будет жесткое, если, да, и там дорогой, повторюсь, применен. Но при этом оно требует более бережного к севу отношения, и оно будет более хрупкое. Поэтому, скажем так, если вам нужна удочка, которой, грубо говоря, покосить траву, чтобы вытоптать там себе место, где встать около реки, а потом на эту же удочку ловить, это вам в китайские варианты. Эта такая удочка будет стоить там 500 рублей, 1500 рублей, ну вот это вот этот вариант. Злата, соответственно, более дорогие, там 30 тысяч, 20 тысяч и выше маховое удилище, это уже, скажем так, они требуют рук опытного достаточно рыболова, либо неопытного, у нас таких огромное количество, кто первую в своей жизни удочку покупает, но люди с головой дружат, как говорится, понимают, как с ней нужно обращаться, спрашивают у меня, у моих экспертов, консультантов и так далее, у работников. И как бы поломок не случается. Поэтому, если вам нужна, соответственно, золотая середина, это вот по ценовой категории условно там 7, 10, 15, ну 12, наверное, да, тысяч рублей, ну вот на данный момент, на сегодня, да, на конец, скажем так, 22-го года, то вы получаете золотую середину. То есть удочка будет не такая сенсорная до конца, вот прям не супер-пупер, как говорят, да, ну и в то же время это не будет китайское брахло, там, которое из стекловолокна сделано, и которое можно коров гонять и траву косить. Поэтому, скажем так, выбирать вам, как говорится, кому что нравится. То есть, с моей точки зрения, золотые середины здесь удилища есть. И есть за что платить некоторые. То есть, есть модели, которые не стоят своих денег, которые вот мне, я знаю модели, если интересно, пишите, я вам отвечу, какие модели я имею в виду. То есть, допустим, в 10 тысяч рублей маховое удилище. Их на рынке там, ну, условно, там 10 штук. Вот я понимаю прекрасно, что там стоят этих денег 3 из них, а 7 они не стоят. Они должны стоить дешевле, намного. Потому что, ну, там применены технологии другие, там другой уголь применен, да, и тому подобное. Либо это завод, который часто косячит там, да, или у вас стыки сотрутся, то есть стыки колен телескопические, когда вы будете собирать, разбирать. Либо не выдержат у вас, либо бланк, соответственно, работает, как говорят, такое нехорошее слово, морда удилищ, там первое, второе, колено, хлыстик третий, а потом там жесткое четвертое, оно на себя нагрузку не принимает, и, соответственно, поломка происходит до него, и, соответственно, оно не выдерживает ничего. Значит, дальше, по поводу вываживания, что нужно сделать? Итак, правила, то есть любого махового удилища, если вы хотите правильно ловить. Первое, это пользование подсачником. Чем удилище дороже, тем подсачник обязателен. То есть на дорогих удилищах, там за 20, от 15 тысяч рублей, скажем так, и выше, рыбку в 200-300 грамм вы уже должны принимать желательно в подсачник. Не просто желательно, а 300 грамм обязательно в подсачник. Еще момент такой, что 300 грамм подлещик, допустим, висящий на леске, и 300 грамм караси, это совершенно разные вещи. Поэтому имейте в виду, что для вас подсачник обязателен. То есть любое удилище, даже самое хрупкое, самое дорогое, вываживание на дистанции, оно выдержит. Никогда поломок не случается, ни одной поломки за все время. Я не слышал, чтобы поломка была на вываживание рыбы на дистанции, когда она там ходит, и рыболов ее аккуратно подтягивает, ждет, пока она устанет. Все поломки происходят около берега. Когда человек хочет ее принять в руку, то есть он берет удилище на себя, начинает ловить эту рыбу, часто не попадает в нее, не сможет, не может поймать ее, рыба пролетает назад, потом он ее оттуда начинает подтягивать, сюда опять принимать и так далее. То есть создается критический угол, когда удилище смотрит вертикально вверх, а леска с рыбой, с нагрузкой идет также параллельно бланку удилищ. То есть поломка первого холыста, самого тонкого, либо второго колена, она почти обеспечена при такой ситуации. То есть что вы можете взять в руку, даже на самое дорогое удилище, это там, грубо говоря, вот с ладошку. Вот ладошка, да, вы можете брать дальше, уже это подсачник. Чем удилище дешевле, тем больше там стекла, тем оно более тяжелое, более шланговое, менее сенсорное, то есть практически весло, можно сказать, такое вот шланговесло. Но при этом оно будет вам позволять брать в руку там карася на полкило. Никаких проблем. Оно вряд ли когда-то сломается при такой ситуации. Но вы платите некомфорт, скажем так. Второе правило. Когда у вас произошел зацеп, ни в коем случае не нужно вот так дергать удочку, чтобы его отцепить. Вы просто проводите в прямую линию леску и сам бланк. И начинаете медленно оттягивать назад, пока бам, не оторвался. Потом дальше просто вытаскиваете, перевязываете поводок. И в общем-то, и все. Ну вот вам три правила. Это подсачник, соответственно, не превышать критический угол. То есть, чтобы удилище всегда, вот, если у вас согнута леска, да, на дистанции подсачник, у вас, соответственно, леска будет примерно вот по таким углом идти. В этой ситуации никогда у вас ничего не случится. И еще момент такой. Момент заброса. То есть, частые поломки идут в момент заброса. Когда человек разгоняет удочку и мах совершает. Сзади крючок цепляет за травку, за веточку. И поломка. Скажем так, мой совет контролировать этот момент. Обязательно визуально проследить несколько раз и наверху ветки, и сзади, чтобы крючок пролетал при любом замахе. То есть, чуть ниже в руку, чуть выше и так далее. То есть, вы должны скорректировать, как замах. То есть, вы четко должны понимать, когда уже процесс ловли начался, как вам надо бросать, чтобы ни на стон не зацепить. Я иногда применяю, но это чаще в фидере, но вот в махе тоже. Я просто беру клеенку, плотную клеенку, пленку, да, и накрываю сзади какие-то участки травы, где я могу зацепиться. Берег, там еще что-то. И в крайнем случае крючок, он чиркает по этой вот пленке скользкой. И, соответственно, зацепа не происходит. Ну, это вот в крайнем случае. У меня всегда пленочка такая, полтора метра там длина, да, с собой на этот случай. Полтора на полтора. Я закрываю. В общем-то, основные моменты такие по удилищам. В плане просушки бланков и так далее. То есть, как правило, это не обязательно совершенно делать. Уголь от воды не разбухает, если удочка сложена. Если она не закрыта герметично. Если герметично закрыта, то со временем может под лак пройти что-то. Ну, как бы, некоторые ее разбирают, высушивают, там протирают и так далее. Самая беда удилищ – это песок. То есть, когда вы складываете, песок действует как абразив. Он делает трещинку, делает сначала, прорезает, как бы сказать, как по стеклу, грубо говоря, как стеклорез. Этот графитовые волокна. И тогда там может быть какие-то там поломки в будущем. Поэтому избегайте именно песка. Воды – ничего страшного. Когда удочка собрана, в любом случае колено там неплотно друг к другу сидят, друг в друге, да, матрешкой. Поэтому они все равно там воздух проходит, она высыхает. У меня не было, как правило, такого, что там вытаскиваю удочку, она мокрая через месяц-два рыбала. Как правило, все просыхает. Плюс еще у качественных удочек сзади в пробке есть тоже дырка для вентиляции и для стока воды, так называемой, да, для колен. Поэтому, ну, кому, кого, вот я не протираю. Я протираю только тогда, когда там явно песочек какой-то попал. И то до того, как вы собрали. То есть, вы бланк осмотрели, чтобы вы не начали собирать с песком. В общем, такие рекомендации. Обязательно хочу сказать здесь, что все покупатели, кто у нас купил удилище и покупает удилище, и подписан параллельно с этим на социальные сети, на страничке социальных сетях магазина Multifish, имеют возможность в период действия акции получить две запчасти в год совершенно бесплатно. Такие акции мы проводили и проводим. Уже Black Hole, Dive, Major Craft, Z-Trick Spinning. Огромное количество удилищ, не удилищ, людей, кто покупал у нас удилищ, ушли с запасными частями, бесплатно их получив. Мы даже в регион отправляем их бесплатно. Главное условие два. Это чтобы вы купили удилище у нас, а у нас цены низкие. Посмотрите, сами можете сравнить что-то. Если увидите цена где-то ниже, пишите нам, и мы предоставим вам скидку, естественно. Будет цена еще ниже. Плюс, естественно, вот эти условия. Бесплатные две запчасти в год в период действия акции. По акции, когда действует такая акция на две бесплатных запчасти, я пишу в социальных сетях. Обязательно к подписке Telegram, ВКонтакте и YouTube. Желательно, у кого есть Facebook, Instagram, Routube. Дальше, второй момент. Мы также от магазина даем бессрочную гарантию пожизненную на купленные у нас удилища на заводской брак. Поэтому хоть два года прошло, если у вас появляется какой-то заводской брак, мы вам либо ремонтируем, либо меняем, либо возвращаем деньги, что угодно. Совершенно бесплатно. В общих чертах так. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok